Всем привет! В этом видео поговорим о том, что западные союзники отвернулись от Украины и готовы повернуться к России. Британский источник Телеграф сообщил о том, что военная помощь украинской армии со стороны западных стран приобрела негативный характер. США и страны Западной Европы с августа прекратили передачу в УСУ тяжелой военной техники после отказа киевских властей принимать устаревшие и сильно изношенные немецкие танки «Леопард». Позиция украинской стороны может объясняться нежеланием тратить ресурсы и время на переведение западной техники в состоянии боевой готовности, тем более с учетом повреждения двух украинских бронетанковых заводов в Харькове и Львове. Страны НАТО вполне могли бы поставить для УСУ современные танки, боевые самолеты, передовые системы ПВО и дальнобойные ракеты, но не будут этого делать, поскольку США не хотят вступать в прямой военный конфликт с Россией. США с помощью военного конфликта на Украине планировали нанести России экономическое поражение. Введенные западные санкции должны были существенно сократить экспортные доходы российского бюджета, что вынудило бы российские власти сократить военные траты и отказаться от планов по захвату в скобках освобождению украинских территорий. Однако экономические санкции не сработали, а в военном отношении шансов победить российскую армию у НАТО нет, с учетом технологического отставания западного оружия от передового российского. Уверовав в дальнейшую невозможность подрыва российской экономики санкциями, США попросту решили кратно сократить свои расходы на дальнейшую поддержку Украины. Изменения настроений в американских эшелонах власти живо прочувствовали в Европе. Соседние с Украины страны, включая Польшу и Словакию, официально прекратили передачу в УСУ военной техники, присоединившись к Венгрии, которая сейчас блокирует в ЕС принятие решений о выделении Киеву новой военной помощи. При этом руководству ЕС не сказать, чтобы сильно сопротивлялось венгерскому давлению. Если посмотреть на ситуацию стратегически, то экономическая война с Россией Западу невыгодна. Ее последствиями являются. Первое. Изоляция США, ЕС, Японии, Южной Кореи от поставок энергоресурсов, что снижает конкурентоспособность западных экономик и экспортные доходы указанных стран. Второе. Усиление Китая и Индии за счет возможности приобретения российских ресурсов по льготным ценам. Третье. Возросшая активность России на Ближнем Востоке и в Африке, обусловленная желанием создать альтернативные транспортные коридоры и получить доступ к другим рынкам сбыта продукции вместо европейского. С учетом изложенного предположу, что Запад после президентских выборов в США сделает ставку на нормализацию отношений с Россией в попытке перетянуть нашу страну на свою сторону в борьбе с Китаем.